1 января 2014 года полностью вступает в силу новый закон об образовании. Теперь дошкольное образование становится частью образовательного процесса. На сегодняшний день проблемы нехватки места в дошкольных учреждениях остаются одной из самых острых. В связи с этим в мае 2013 года президентом Российской Федерации подписан указ, согласно которому все дети от 3 до 7 лет должны быть обеспечены местами в детских садах к 2016 году. Как будет решаться этот непростой вопрос в Астраханской области? За разъяснениями мы обратились к представителям исполнительной и законодательной власти региона. Нехватка мест в детских садах проблема для России в целом и в частности для Астраханской области не новая. С ней сталкиваются практически все родители детей дошкольного возраста. Но теперь по новому федеральному законодательству дошкольное образование становится частью образовательного процесса в целом. При существующем в настоящее время дефиците мест в детских садах этот процесс обречен на несовершенство. Очередь у нас 16 тысяч человек. Вот это как раз не очередь, а количество детей, которые нуждаются и будут нуждаться в такой услуге. Понятно, что это очень сложная ситуация. Основная задача это устроить тех детей, которые у нас подрастают от года до двух. В следующем году они уже достигают возраста, который может быть зачислен детские сады. То есть мы должны ориентироваться на этот как раз показатель, на 6 512 детей одного возраста. Согласно указу президента до конца 2015 года необходимо обеспечить местами в дошкольных учреждениях всех детей в возрасте от 3 до 7 лет. Финансировать грандиозную реконструкцию доступности дошкольных учреждений предполагается за счет муниципального, регионального и федерального бюджетов, а также за счет заемных средств. В этом году мы получили на дошкольное образование 511 миллионов рублей. Под них будут созданы 4 990, но я думаю мы перевыполним и 5 тысяч мест, чтобы круглая цифра была. 5 тысяч мест в этом году, это и в городе Астрахани, и во всех муниципальных образованиях. 8 в следующем году и остатки в 15 году. Я могу заверить астраханцам, что к концу 2015 года каждому ребенку от 3 до 7 лет будет для него иметься место в дошкольных учреждениях. Как пояснили нам мэрии города, при постановке ребенка в электронную очередь на место в детском дошкольном учреждении родители имеют право выбирать три детских сада и устанавливать их приоритетность. При формировании детских садов электронная очередь сама выдает, то есть система сама выдает, куда попадает ребенок. При этом учитывается именно вот эта вот приоритетность. Ну соответственно там учитывается и наличие льгот, и дата постановки на очередь. То есть преимущественное право человека, естественно, имеет это в том случае, если он раньше встал на очередь. Во внимание принимаются и частные детские сады, которые также смогут участвовать в процессе дошкольного образования. Если у частного детского сада есть аккредитация на образовательную деятельность, то ему так же, как муниципальным и государственным, будут даваться субсидии на образовательный процесс. То есть будет оплачиваться труд воспитателя, будут даваться средства на организацию образовательного процесса. Но не секрет, что оплата за услуги частного детского сада значительно выше, чем в муниципальном дошкольном учреждении. Из-за ограниченности семейного бюджета не все родители могут позволить себе водить ребенка в частный детский сад. Закон тоже в этом плане очень лоялен, что он говорит, что мы можем, субъект федерации, предоставлять компенсацию от 20% и выше. Нам нужно добиться, чтобы развитие дошкольного образования и увеличение вот этих детских мест в садах не сопровождалось непомерной платой. Несмотря на сложность решения вопроса мест в детских дошкольных учреждениях, это лишь часть айсберга проблем, связанных с дошкольным образовательным процессом. Субъект федерации должен взять весь образовательный процесс в детских садах на уровень областного бюджета. Кроме того, образовательный процесс в дошкольных учреждениях не должен лишать ребенка детства, поэтому необходимы соответствующие государственные стандарты, которые разрабатываются как на уровне федерации, так и в самих дошкольных учреждениях. Еще немаловажно и ценно, что вот федеральные стандарты, они говорят о том, что ребенок ценен сам по себе. Все эти вот как бы полезные навыки, которые мы хотим получить в детском саду, они безусловно должны реализоваться в игровой, в доступной для ребенка форме. Итак, новый закон об образовании вступает в силу с 1 января 2014 года. Будет ли он эффективным, покажет время. По крайней мере, предпосылки к его успешной реализации сегодня налицо. Марина Лазарева, Серик Намазбаев, Новости 24, Астрахань.